всем привет ребята если не саня потому что не хочет сниматься в кадре она просто слушает волну она не может данный момент сниматься так ребята всем приветики еще раз у нас что у нас сегодня выходной день у кого-то рабочий а у нас уже выходной как вы знаете мы ходим на курсы с понедельника по четверг поэтому пятница у нас уже считается выходным днем ну это я так считаю ребята вчера конечно мы думали выходить эфир заснять видео но у нас не сложилось а не сложилось потому что я пошла на встречу со своим парнем погулять поэтому не сложилось потому что они не захотела 1 и в целом мы уже привыкли что вдвоем видео снимаем общаемся что-то рассказы и я довольно поздно пришла очень поздно поэтому не было времени когда уже снимать и уже спать все хотели я уже пришла не уже засыпала ну в целом короче не суть поэтому извините но сегодня думаю обязательно выйдем в эфир пообщаемся то и в общем обо всем про всем как обычно в эфирах мы говорим сегодня я хотела вам рассказать такую историю значит что просыпаюсь я не тут какой-то приходит вечное уведомление я не знаю раньше не обращала внимание но вижу этот человек меня просто начинает доставать одно и то же одно и то же я думаю вы все прекрасно знаете подписано очень просто гадалка блин сейчас они блин сейчас расскажу то сейчас подожди я хочу да а нет не гадалка она подписано предсказания предсказания даяна не знаю имя ли что она меня чтобы понимали до этого ну я не знаю сколько на каждый месяц ну ладно не месяц через каждый где-то два месяца мне выписывала настаивала я вижу в тебе короче там такой бред опять она мне пишет я говорю здравствуйте она нет точнее она мне написала здравствуйте я пишу здравствуйте вы кто она начинает писать я специалист специалист по магическим работам защита чистка негативных воздействий хочу предложить вам очищение по скидке но я же и пишу по приколу вы чувствуете что мне нужно очищение давайте сделаем она пишет давайте сделаем диагностику и посмотрим детально и просто говорю давай прайс свой какие цены она мне что-то там написала я ее проигнорировала конечно же я не понимаю ребята которые реально ведутся на вот это все таро гадания вот эти тик токи я кстати заметила что раньше вот прошлый год все сидели в тик токи и просто везде гадалка гадалка скажите мне я буду с состав сам с михайлом жить не знаю там святой сайт и свиталины хотела сказать короче не суть я просто веду что люди реально там подарки скидывали тень и люди реально готовы они берут даже копейки они готовы это мошенники конкретные мошенники я не понимаю почему такое допустимо таких полно и она мне просто достала типа я уже вот взяла типа уже нет и чайно она мне просто реально выбивает постоянно выписывают каждый месяц за месяцем ой от этого 1 гороскоп на ютубе смотрели женщину и она везде это она сейчас везде и он там везде трансфер ну не знаю я не верю это все я знаю многих девочек которые занимаются таро и на самом деле они да говорят типа они сначала они когда только начали изучать это все они они просто верили они хотели этого они когда все изучили они верили а потом в самом деле это такой бред на самом деле конечно же это все вранье так что девочки не ведитесь пожалуйста но вот эти всякие гадания таро не знаю там очистка снять порчу это полнейший бред не знаю для своего благословения сходить лучше в церковь и так считаю верующих людей которые верят бога помолитесь о чем-то хорошим подумайте о чем-то хорошим и вообще живите своей жизнью и думайте прекрасным лучше задать свой день не о чем как бы там не было ничего новый день стройте планы ровно вот как вы задумали утром стать умыться сделать завтрак даже если выходной день пойти прогуляться чтобы даже я всегда читаю нужно исключить телефон когда не телефон вот телефона когда нет вот спокойствие на вы должны быть дома где-то не знаю на природе почитайте книгу расслабьтесь сходите на массаж ну а вот этот весь бред типа я никогда не понимала людей у меня реально есть мои знакомые которые повелись на такую бред и готовы были копейки копейки отдать или даже не копейки отдать могу вам рассказать ситуацию у меня девочка была девочка да с области и она была очень влюблена в парня этот парень был хоть в армию его забрали тогда и она как бы переживала что типа она не построить с ним отношения что он если даже вернется то не факт что с ней будет ну короче не было этого и сходила на какой-то бабушке дала там фотографию этого парня это бабушка по фотографии что-то наделала и и что в конце концов да они были они прожили два-три года и все в итоге разошлись видимо не так сильно влияла то бабушка но сама суть и я никогда не понимала еще раз говорю людей которые занимаются вот такой таким бредом также знаю девочку которая заплатила деньги что-то вообще за копейки там 150 гривен или 200 нашла тоже в интернете выписывала типа она есть сразу расписала в раньше нишка отписали сейчас они уже не боятся сейчас они напрямую пишут вот у меня есть то делаю скидочку давай быстренько расклад а раньше они могли как заинтересовать как-то вот вы их был один текст подобран под всех людей так чтобы каждый доверился каждый в это поверил вот я даже не знаю телефоне много чего надо пробу искать искать они подбирали текст отправляли вот ты же говорю моей знакомой да допустим на попала в это поверила что она мне заинтересовала она мне написала то что у меня как будто что-то было со мной похоже да это связано там со мной она поверила в это не знаю внушила себе давай говорит давай тебе сейчас деньги дам и она эта девочка отправила деньги пишу в итоге да она расписала только девочка хотела спрашивать много вопросов она говорит ну хотите дальше платите дальше типа она и рассказала такой бред типа у вас там вообще черная полоса но не переживайте вы переживете у вас там вообще вы не будете вы будете с тем парнем на разойдетесь но держите короче вы должны его как-то при себе держать короче я даже не помню но такой бред и реально люди отдают такие деньги сумасшедшие за что спрашиваться за что не знаю моей ситуации когда ты может рассказывала вам или нет в детстве я когда-то мне было мне был был годик да мне был годик там и я с мамой гуляла гуляла я не помню то ли мы к бабушке шли или куда и были поля вот я помню поля мы так прогуливались прогуливались и это было лето и мама говорит что я стояла одна она где-то чуть-чуть отошла но я выбежала с маленьких ребёнок и хотя не годик такие годик два годика два годика уже два года когда и и ты отошла говорит и ты увидела ящерицу я щас и короче напугала меня отбросила хвост и я убежала я сначала закрикнула и я потом вообще не смола говорить вообще ребята я не вообще не говорила ни слова не не звука я не говорила целый месяц вообще ни слова мама не могла понять как это так что это потом она меня не знаю кстати что она так долго меня нет никуда не свозила и не знала наводила мне к врачам или нет надо спросить потом она короче пошла к бабке какая-то там я даже не знаю что за бабушка и она сделала так что я потом заговорила я вот до сих пор в это не верю помнишь тебе рассказывал за ящерицу что типа ну мама да я потом не говорила около месяца и она вот сводила мне к этой бабушке и потом типа я заговорила ну не знаю как то это очень странно ну и вот такое ну может быть может быть может быть а вот это не подходили сережки на есть такое ну вот так они прошли просто больше перестала носить эти сережки обрабатывал хлоргексидином это мне было лет 6 ну не знаю такой может быть раньше еще какие-то там знахарки знахарки или как там говорят я не знаю мольфары как у нас говорит в украине может быть что они еще были такие ну не знаю может как-то они что-то делали но сейчас вот это что в интернете вот это все я вообще в это не верю вставлю боже мой ну реально люди такие глупые которые отдают кучу денег ведутся вот это в тик токах ютубах типа вот она ушила это же со мной связано это же связано с моим парнем это точно мне нужно по-любому боже какими она говорит словами я таких слов не знаю по-любому знаете ну типа человек заманивает как говорит такими фразами которые ну да там типа подросток например их не знаю типа вообще какие-то такие интересные загадочные слова и человека как-то заманивает вот это все еще сделать знаете красивое видео рассказать как привлечь вот это но вот такие ведутся все я до сих пор не понимала честно я же говорю живет жить нужно своей жизнью спокойно идти когда есть время для себя нужно как-то настраиваться на лучше думать где можно заработать денежки что потом как-то поехать отдохнуть не знаю заняться собой пойти на отдых пойти на жарю хотите отдохнуть от этого все вообще ни с кем не общайтесь не бегите телефон и возьмите если хотите книжку вообще чтобы были просто дома даже одни и просто побудьте для себя вот так чтобы отдохнуть вообще я я всегда так считала вот как-то раньше же мы жили допислили вы на пути маленького но все равно считаю вот когда-то когда я бываю занята я реально бываю забываю про телефон пока только вечер настает тогда я могу ну когда выходной день я иногда бывает такое что типа могу не сидеть но это редко когда стресс я всегда себя настраиваю надо вообще ни о чем не думать не сидеть в телефоне расслабить расслабиться сходите же на массаж на бассейн куда-то отвлечься но не страдать таким бредом чтобы отдавать деньги люди реально что дают хорошие деньги тоже я не понимала никогда никогда это короче ребята какие-то такие у нас дела погода у нас опять-таки не очень но я уже оделась тепло сейчас они идут по своим делам я иду по своим делам ой да иду я опять-таки на встречу но ребята я может быть в эфире но куполь аня сни на закупке идет а я нет я у него просто пока есть выходные мы решили реально вместе провести время хоть погода ну типа дальше холодно будет так что я уже не рассчитана эту погоду сейчас быстренько типа я пыталась я решила кстати ничего не буду делать естественность при себе оставлять то как она есть пыталась конечно брошу что сделать не понимаешь сейчас дождь идет на улице это бессмысленно ничего страшного так что сейчас быстро на прогулочку иду я думаю аня не будет обижаться если свинья может опять допоздна погуляем мы увидим как одно что будет заряжаюсь кофе очкам обещала себе что не буду пить но надо как-то так день проходит пройдет вечером ребята мы с вами встретимся в эфире так что заходите на наш канал может кто-то нечаянно попал на наш канал так что подписывайтесь ставьте лайк и держите нас в курсе а мы вас так что все ребята всем пока всем хорошего дня чурс